Подробности недели снова в эфире. Спасибо, что дождались. Бойцовский клуб несовершеннолетних. Дети, которые под одобрительной возгласой толпы издеваются и калечат друг друга, а потом выкладывают видео в сеть. Сейчас интернет буквально наводнен такими роликами. Извечная проблема детской жестокости сейчас приобретает новые черты. Циничной публичности и равнодушия. Травлю подростками друг друга сейчас называют буллингом и с ним сталкиваются во всем мире. Но кто же должен предотвращать травлю и кто несет ответственность за жестокие игры детей и почему в нашей стране подобные случаи происходят все чаще? Любовь кукла разбиралась. Чушела? Да. Глядите, отвлекается. Это кадры нашумевшего советского фильма «Чучела». Драма 83-го года о детской жестокости. Картина отравли девочки. Поражала своей остротой. Самое явище старое, как свет на превеликий жаль. Спустя 30 лет не изменилось ничего. Только зритель стал более искушенный. Дети более жестокие. А сценарии еще откровений. Сюжеты подбрасывают сама жизнь. Теперь это называют словом буллинг. Ивано-Франковская школа. Видеоизбиение восьмиклассника выложили ученики. Сами избили, сами сняли на телефон и признались в своей жестокости. Избили, потому что мальчик – сирота. Но что страшнее всего, мимо детей равнодушно прошла взрослая женщина. А это каховка. Две школьницы устроили драку на глазах у подростков, которые снимали происходящее на мобильные телефоны. Равнодушие к жестокости – еще одна беда нашего времени. На самом деле такие страшные инциденты сплошь и рядом. Дети доказывают, кто круче на школьных дворах, в пустырях и в таких вот заброшенных зданиях. Сильные устраивают расправы над слабыми, тем самым ломая и свою жизнь. Это реально уголовная ответственность. Как в случае с избиением детей в Чернигове. Это происшествие год назад вызвало огромный резонанс. Среди белого дня девочки-подростки устроили бойцовский клуб на глазах у большой компании. Избивали ровесниц до сотрясения мозга. Все ток-шоу, все телевизионные программы показали эту ситуацию и на мой взгляд забыли. То есть детей прокрутили по ток-шоу и далее мы отпустили ситуацию. Мне кажется, что очень важным было, чтобы общество знало, что за противоправные действия настаёт покарание. И это должно быть показано. Малолетним агрессором гротит до 4 лет лишение свободы. Но пока реального наказания нет. Продолжается следствие. Суд ещё не начался. И это едва ли не единственный случай в стране, когда расправа уголовно наказуема. Уж слишком громким стало дело. За свою жестокость дети несут ответственность 14 лет. За причинение серьёзного вреда они могут попасть в колонию. Если мы говорим про цивильную ответственность, то это только в площине захиста, чести и гидности цивильный процесс. И на превеликий жаль до сегодняшнего дня нет административной ответственности. Законопроект 3501 уже три года у нас висит в парламенте Украины. А случаи буллинга среди подростков в школах или на улицах никто не контролирует. Ещё пару лет назад в каждом райотделе милиции была детская комната, где работали со сложными подростками. Но милицию по делам несовершеннолетних ликвидировали, а новую службу пока не создали. Нема контролирующих органов. В условиях децентрализации Министерство освіти и науки, по сути, умывает свои руки. Поэтому нынче за детей несёт ответственность только учебное заведение, если травля происходит на его территории. Школа полностью несёт ответственность не только за обучение ребёнка, но и за процесс воспитания и безопасность этого ребёнка. Потому как родитель, передавший школе своё чадо, хочет иметь гарантию того, что с этим чадом ничего не случится. Как это недавно произошло в Днепре. В одной из школ дети затравили ученика пятого класса, Серёжу. У меня ребёнок позвонил мне по телефону и с надрывом в голосе плакал и кричал, «Мамочка родная, забери меня, пожалуйста, с этой школы». Я говорю, что произошло? Дети собрали петицию и во время перемены тыкали мне её в нос и говорили, «Мы собрали петицию, подписали, и теперь тебя точно выгонят с класса». Издевались и морально, и физически, а всё потому, что семья мальчикам – переселенцам. В Днепр переехали из Тареза 4 года назад. Серёжа в 5 лет перенёс инсульт. С тех пор мама старается защитить его от нервных потрясений. Но когда обратилась к учителю с просьбой оградить сына от издевательств, та ответила – ребёнок проблемный, забирайте документы и уходите. Я его не дам в обиду от всех. Извините, 28 человек один ребёнок обидеть в априоре не может. Я в это не верю. Серёжа, как и с его одноклассниками, не работали ни учителя, ни психологи, даже больше. В школе виновными во всём сделали только Сергея. Классный руководитель завела для него индивидуальный дневник поведения. Сейчас учитель на больничном по телефону рассказала. Шум подняли напрасно. Директора школы после скандала уволили. Нужно работать с вот этой средним прошарком. То есть куда эти ребята сделают шаг или в защиту, или наоборот в игнорирование, что кто-то страдает. От этого многое зависит будет, буллинг приживётся в этой школьной системе или нет. Но чаще всего случаи буллинга замалчивают. Детям стыдно об этом говорить, а педагогам страшно. Страшно за своём рабочее место. Статистики с приводу буллинга не существует в Украине. Безусловно, в учебных заведениях должны отвечать за безопасность учеников, сглаживать конфликты и пресекать травлю. Но всё же главная ответственность лежит не на учителях, а на родителях. В случае доказанной вины ребёнка именно они оплатят лечение жертвы или моральную компенсацию, тем самым расплачиваясь за свои недостатки в воспитании. Если в семье к ребёнку применяется агрессия, его оскорбляют, его бьют, например, или били в детстве. Чаще всего, когда унижается достоинство, подростки это редко прощают и могут накапливать. Против сильного папы или влиятельной мамы сложно пойти, и тогда агрессия смещается, и она направляется и выражается в той среде, где я могу тоже занять эту позицию сильно. Насилие среди детей – проблема, которую очень сложно решить, но можно предотвратить. И это в первую очередь задача взрослых. Любовь куклы Елены Миндалюк, Максим Чеблин, Евгений Коденцов и Оксана Алексеева. Подробности недели. Телеканал Интер.